Аккумулятор Аккумулятор – это устройство, без которого сложно представить современный мир. Рассмотрим устройство двух аккумуляторов от легендарной Nokia 3310 и от современного iPhone и посмотрим, как изменился принцип работы аккумуляторов. На самих аккумуляторах написано, что у Nokia он металл-гидридный, а у iPhone – литий-ионный. Аккумулятор от Nokia 3310 оказалось совсем непросто разобрать. Он такой же неубиваемый, как и сама Nokia 3310. Под пластиковым корпусом аккумулятора находится блок управления зарядки и разрядки аккумулятора, а также три ячейки с электродами, которые даже кусачками оказалось тяжело перекусить. В Nokia 3310 действительно все неубиваемо. В этих ячейках находятся положительные и отрицательные электроды, размещенные поочередно. В качестве положительного электрода выступает оксидно-никелевая пластина. Отрицательный электрод выполнен в виде вспеченного порошка, который является сплавом никеля с редкоземельными элементами. Этот порошок напрессовывается на никелевую сетку и затем спекается в атмосфере водорода. Электроды разделены сепаратором из полиамида толщиной от 0,12 до 0,25 мм. Весь объем заполнен токопроводящим электролитом. В качестве электролита выступает калий-ОН с добавкой литий-ОН. Принцип работы металлогидридного аккумулятора заключается в следующем. На положительном электроде протекает следующая реакция. При заряде аккумулятора происходит накопление отрицательного заряда на электроде. При разряде аккумулятора идет обратный процесс. На отрицательном электроде при заряде аккумулятора металл с абсорбированным водородом превращается в металлогидрид. Как мы помним, в качестве металла выступает сплав никеля с редкоземельными элементами. Общую реакцию в никель-металлогидридном аккумуляторе можно записать так. Видно, что электролит в основной токообразующей реакции никак не участвует. После зарядки такого аккумулятора на 70-80% и при его перезарядке на оксидно-никелевом электроде начинает выделяться кислород. Затем этот кислород восстанавливается на отрицательном электроде. Перезаряд может привести к тепловому разгону. В среднем такие аккумуляторы рассчитаны от 500 до 1000 циклов перезаряда, или от 3 до 5 лет службы при условии правильной эксплуатации. Разобрать аккумулятор от айфона не составило особого труда, так как электроды помещены в мягкую упаковку, которая герметично запечатана, чтобы избежать утечки электролита. Данный аккумулятор называется литий-ионным, так как в нем используются ионы лития. В 70-х годах 20-го века разрабатывались литиевые аккумуляторы с высоким рабочим напряжением и удельной емкостью. Однако, они имели огромную проблему. При эксплуатации из-за высокой активности лития происходила бурная реакция. Поэтому исследования были сдвинуты в область создания аккумулятора без применения металлического лития, но с использованием его ионов. Литий-ионные аккумуляторы безопасны при правильных режимах заряда и разряда аккумулятора. В данном типе аккумулятора ион лития является переносчиком заряда. Аккумулятор состоит из блока управления заряда и разряда аккумулятора и электродов, разделенных мелкопористым сепаратором из полипропилена. Блок управления заряда аккумулятора следит за тем, чтобы не происходил его перезаряд. Иначе на отрицательном электроде на поверхности углеродной матрицы при значительном перезаряде становится возможным осаждение металлического лития в виде мелкого осадка, обладающего высокой реакционной способностью к электролиту, а на катоде начинается активное выделение кислорода. Возникает угроза теплового разгона, повышения давления и разгерметизации. А содержащийся внутри аккумулятора электролит легко возгорается, что может привести к серьезным последствиям. Теперь, когда вы слышите новость о том, что где-то из самого сгорелся телефон, вы можете быть уверены, что скорее всего из строя вышел блок управления аккумулятором. Это касается всех современных устройств, работающих на литий-ионных аккумуляторах, а не только айфонов. Анот состоит из графитовой матрицы, в поры которой внедряются ионы лития и образуют структуру литий-углерод-6. Графитовая матрица делается из кокса, пиролизного углерода или сажи и наносится на медную фольгу. Катод состоит из алюминиевой фольги, покрытый литированным оксидом кобальта. Электроды помещены в сильно пахнущий электролит. При заряде аккумулятора происходят следующие реакции. На положительных пластинах образуются ионы лития. На отрицательных пластинах ионы лития внедряются в углеродную матрицу. Во время зарядки внешний источник электропитания применяет перенапряжение, то есть более высокое напряжение, чем производит сам аккумулятор, но в противоположной полярности, заставляя ток проходить в обратном направлении. Ионы лития затем мигрируют от положительного к отрицательному электроду, где они становятся встроенными в пористый электродный материал, в процессе, известном как интеркаляция. При разряде аккумулятора реакции идут в обратном направлении. Ионы лития переносят заряд от отрицательного к положительному электроду через электролит и сепаратор. Еще одной особенностью литий-ионных аккумуляторов является потеря емкости при хранении. Из таблицы видно, что выгоднее хранить аккумулятор заряженным на 40%. Именно настолько заряжены аккумуляторы телефонов, когда вы покупаете их в магазинах. Аккумуляторы с литированным оксидом кобальта, состоящие из одной ячейки, как в данном случае, выдают 3,7 Вольта. Литий-ионные аккумуляторы имеют строгий рабочий температурный диапазон от 5 до 45 градусов Цельсия, связанный с физическими свойствами веществ, из которых сделан аккумулятор. За пределами рабочего температурного диапазона резко ухудшаются такие параметры электролита, как вязкость электролита и его электрохимическая стабильность. Поэтому, даже если у вас есть специальные перчатки, на которые реагирует тачпад на морозе, это вам нисколько не поможет, если замерзнет сам аккумулятор. Во время зарядки при температуре выше 45 градусов Цельсия происходит деградация аккумулятора и возможен тепловой пробой. При температуре ниже 0 градусов Цельсия аккумулятор вообще не стоит заряжать. В среднем литий-ионные аккумуляторы в смартфонах за 500 циклов перезарядки теряют 20% от своей первоначальной емкости. В настоящее время учеными всего мира ведутся работы по увеличению рабочего температурного диапазона и повышению емкости аккумулятора. Так, например, растворитель, состоящий из смеси этиленкарбоната, диметилкарбоната и диэтилкарбоната позволит сдвинуть рабочую границу до температуры минус 30 градусов Цельсия. И напоследок огорчу любителей новостей о прозрачных смартфонах. Как вы уже заметили, основной объем современных телефонов занимают именно аккумуляторы, которые нисколько не прозрачны и быть прозрачными попросту не могут. Для создания прозрачного телефона потребуется аккумулятор, сделанный из совершенно других материалов. Подписывайтесь, ставьте лайки и рассказывайте друзьям. Всем пока!